Дневник беременности Богомоловой Ольги серия 4 Привет-привет! Меня по-прежнему зовут Богомолова Ольга И я по-прежнему приветствую вас на канале Мава Киа Раша И буду рассказывать сегодня про свою уже 16-ю неделю беременности На этой неделе мой малыш размером с такой спелый, хороший авокадо Его вес составляет примерно 100 грамм, а рост составляет примерно 16,5 сантиметров На этой неделе ваш малыш, ну и мой тоже уже, начинает активно двигаться и шевелиться А у кого уже вторая или третья беременность, вы уже можете ощущать маленькие пиночки Собственно, у меня на этой неделе это и случилось Я ощутила первые пинки Это такое классное чувство Малыш уже очень активно начал двигаться, пинаться, махать ручками, ножками, играть со своей поповинкой И немножечко сосать пальчик начинает история из жизни На последнем УЗИ врач, когда начала мне делать, приложила этот аппарат Она мне изначально сказала, у вас малыш в головном предлежании, ну то есть лежит головкой вниз Пока она снимала там какие-то показания, пока она медсестре рассказывала, что ей записать Она опять приложила аппарат и сказала уже батюшке, он у вас уже в тазовом лежит То есть перевернулся просто за считанные секунды Понимаете, насколько активную сейчас жизнь начал малыш вести у вас в животике А еще на этой неделе у него уже поднялась голова Малыш изначально, когда он в позе эмбриона находится, у него голова прижата к телу Но на этой неделе она уже выпрямилась Еще на этой неделе у малыша первый раз открываются глазки Появились бровки И, как я уже говорила в прошлом видео, появились уже полноценные волосики Что-то пошло не так На сроке 16 недель у вас может появиться так называемый насморк беременных Что, собственно, со мной сейчас и происходит Что было и в первую беременность, и во вторую беременность Плохой кадр Это ощущение, будто у вас заложен постоянно нос Но одновременно это какая-то сухость заложена, как будто бы вот именно вот в этом месте К сожалению, ничего от этого состояния не помогает Это я уже испытала на собственном опыте Это состояние можно немного облегчить Например, закапывать на ночь капли, чтобы хотя бы поспать А во-вторых, я все время включаю дома увлажнитель воздуха Я прям замечаю, что мне становится лучше Это состояние проходит во время беременности нежданно-негаданно Нос заложен-заложен, потом и раз, и все прошло У меня было именно так, но некоторые девочки мучаются до конца беременности И этот вот беременный насморк, он проходит только, когда они родят А помимо главного события, что я начала чувствовать шевеление своего малыша Мы на этой неделе еще узнали пол нашего малыша Сейчас я вам покажу видео, как это все происходило Прогнозы, я думаю, будет девочка Может и мальчик Мы сейчас с Кирюшей будем играть в камень-ножницы-бумага И кто выиграет, тот и будет Кирюша вообще думает, что девочка, а я думаю, что мальчик Итак, готов? Да Камень-ножницы-бумага Раз, два, три Будет мальчик? Мальчик, мальчик Я с первого дня говорю, что это мальчишка Нет, я, конечно, могу ошибаться Ну я здесь, в принципе, больше никого не ждем Или кого-то ожидаем Ну я, нет, я не хочу говорить свои предсказания, они сбудутся Мне просто надо сказать мальчику не буду Не-не-не, не буду, не буду Я тогда подсмотрел, кстати, я посветил фонариком в шарик И увидел, и увидел, какой там цвет лежит Я говорить не буду Не скажу, пусть это будет тайна для всех Кто будет, братьев или сестренки? Посмотрим Чего ты сказала? Мальчишка Мальчишка Что-то будет мальчишка, раз Мария сказала Ну раз Мария сказала, понимаете, вообще без вариантов Мы мальчика ждем, у нас будет третий мальчик, мне так кажется Вот, мальчишка, три мальчишки Вот, чтобы потом за девочкой пойти Три, третий Ой, если честно, у меня нет каких-то четких предположений, кто это будет Но судя по тому, что врач увидела очень быстро на УЗИ Прямо за три секунды Мне кажется, что это мальчик скорее всего Ну а что там за три секунды только у мальчика можно увидеть? Давайте обратно отчет Открытие Открытие Десять Четыре Восемь Семь Пять Пять Кетыре Пять Один Пять 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 Что такое гендерная вечеринка? Пришла нам эта тема из Америки В Америке уже очень давно празднуют и baby shower и делают гендерные вечеринки Вот такие по узнаванию пола малыша Когда собирается вся семья, собираются все самые близкие, собираются друзья Вы вместе с ними узнаете пол Очень советую вам сделать такую вечеринку, потому что это такие эмоции у всех Очень классное мероприятие Есть несколько вариантов, как узнать пол малыша Мы, например, как вы видели, лопали шар Я заказывала огромный шар, в котором находились блестки Там должны быть голубые или розовые блестки Как видите, у нас были голубые Мы ждем третьего парня Можно, например, разрезать торт Некоторые заказывают торт с начинкой Но я заказала и торт Мне шара оказалось мало В общем, рассказываю, с чего все начиналось Как я решилась на это Это мероприятие я хотела провести еще во вторую свою беременность В первую беременность я о таких вещах еще не знала А вторую беременность я уже видела в интернете ролики С таких вечеринок И мне так понравилось Это настолько эмоционально, настолько прикольно Что я решила сделать тоже такую же вечеринку Я пришла на УЗИ И я еще даже пикнуть не успела врачу Что стоп-стоп-стоп, вы мне ничего не говорите На первом же скрининге она мне говорит У вас мальчик Все, вечеринка закончилась на этом В общем, мне как-то врач Она мне не спрашивала, говорить мне про пол или нет Она мне сразу же сказала Сюрприз Уже был не сюрприз И поэтому мы как-то обошлись без этой вечеринки Но надежда моя теплилась И мне очень хотелось провести такую вечеринку Не то, чтобы я забеременела вновь ради этой вечеринки И когда сейчас в третью беременность я пришла ко врачу Я прямо с порога ей сказала Вы мне ничего не говорите Писать просто на бумажечке, на записочке И очень хорошо эту записочку запечатать степлером Чтобы, не дай боже, ни один уголок у этой бумажечки не отогнулся Потому что я знаю себя Он мог и отогнуться раньше времени Вот, конечно же, каждая мамочка хочет побыстрее узнать пол будущего малыша Но я была нацелена на вечеринку Я решила, что нет-нет, я в бумажечку раньше времени заглядывать не буду Потому что мне хотелось именно испытать вот эти самые эмоции На вечеринке вместе со своими родными, вместе со своими друзьями Она мне написала записочку И, кстати, не бойтесь просить врача об этом Если вы решили такую вечеринку замутить Врачи уже знают, конечно же, об этой теме И она с удовольствием согласилась на это Ничего в этом страшного нет Так что не бойтесь, просите Вот, потом мне вынесли эту бумажечку после приема Я ее подальше с глаз долой и сердце вон убрала Чтобы не было у меня никаких поползновений к ней, к этой бумажечке Но у меня, если честно, закралась мысль о том, что там, наверное, мальчик Потому что она, я когда попросила пол ее посмотреть Она просто в секунду это увидела и сказала Ну да, я точно вижу, кто там, и вам напишу бумажечку Мне почему-то показалось, что только мальчика можно так быстро распознать на УЗИ И мне уже тогда затеплилась мысль о том, что, скорее всего, это будет парень Потом на следующий день я написала девушке, у которой хотел заказывать этот самый шар Который мы планировали лопнуть Я отправила мужа с этой запиской к этой девушке, чтобы она прочитала и сделала соответствующий мишуру для этого шара Вот так бумажечка ушла быстренько от меня, и у меня не было ни единого соблазна в нее заглянуть Потом я решила заказать еще тортик Кстати, у меня в этот день был день рождения Я решила совместить и свой день рождения, и вот это гендер-пати Я решила, что это будет отличным поводом все вместе это сделать И я заказывала на день рождения торт В общем, слушайте схему Девушка, которой мой муж отвез записку с полом будущего малыша, которая делала шары Позвонила девушке, которая делала торт и сообщила пол моего ребенка И мне, собственно, сделали и начинку для торта, соответственно, тоже голубую Вот, если честно, очень странное такое чувство, когда много народу вокруг тебя знают пол твоего ребенка, а ты не в курсе Это все происходило в пять дней Настал день вечеринки, все привезли, торт Все хотели, все гости, которые были здесь, они хотели то лопнуть шар заранее, то поковыряться в торте заранее, узнать Но я всех сдерживала И вот вы видели наше мероприятие По-моему, получилось все так, как я вот именно хотела Эмоционально получилось И многие девочки, которые подписаны на меня в инстаграм, они мне не верили до последнего, что я не знала Почему-то они все были уверены, что я знаю И, я не знаю, разыгрываю спектакль, что ли Нет, на самом деле, я до последнего не знала пол нашего малыша Узнала только на самой вечеринке Почему я безумно рада А еще я безумно рада, что у меня будет третий сын Конечно, я, может, хотела бы и девочку Но почему-то у меня где-то в душе теплится мысль о том, что я мама мальчиков Может быть, я привыкла Вообще, я единственная кролева в своем мужском царстве остаюсь И меня эта мысль очень радует Ну что, про покупки, про покупочки мне осталось вам еще рассказать сегодня И сегодня я хочу рассказать про вещи, которые я купила на самые первые дни Это дни, которые будут в роддомик, пока мы будем еще с малышом И самая первая неделя дома В Мавке вот такие вот наборчики продаются по две распашоночки Малюточки вот такие беленькие Конечно же, это стопроцентный хлопок, разумеется Очень мягкие и очень приятные Они на липучечках, что тоже очень удобно Я покупала как-то на завязочках Мне показались они не самым удобным вариантом Потому что пока тут завяжешь, малыш руками-ногами шевелит А липучечки это все быстро застегивается и замечательно, очень удобно Почему именно распашоночки я беру на первый день? Потому что они именно распашного кроя, распашного вида Это очень важно для быстрого заживления пупочной ранки То есть если вы одеваете боди и, например, комбинезончик Пупочная раночка закрыта и она гораздо дольше начинает заживать Не дай бог она еще начнет там мокнуть или гноиться Ей как можно быстрее нужно подсохнуть Малыша можно, например, открыть ему пару вот этих вот кнопочек-липучечек И пупочек у нас дышит спокойненько А еще эти липучечки хороши тем, что они не царапающиеся Они очень мягенькие Малыш не поцарапается ни в коем случае ими Они прям очень приятные Мягчайшие, очень приятные такие вот распашоночки Причем в пачке две штуки Как бы две штуки вполне достаточно для меня, например, для одного ребеночка Потому что они ненадолго эти распашоночки Все равно вы там через несколько недель начнете уже одевать боди Когда пупочек отпадет Еще я купила штанишки Такие милые Одни я штанишки купила на 1-3 месяца Эти штанишки уже такие на выписку Эти вот как раз у меня как брючки без ножек И на выписку, и потом в поликлинику, например, ходить У нас будет лето, у нас будет июль И вот эти вот хлопковые штанишки, они прям идеально нам подойдут Тоже две штучки в наборе И еще одни на 1-3 месяца, тоже на первые дни Но уже с ножками Где все закрыто, где все запечатано Швы, кстати, в штанишках вот здесь вот плоские То есть там никаких ниточек нет, не торчит И у малыша не запутываются пальчики в ножках Такие милые жирафики, например, такие Я думаю, что на первые дни, вот на первые пару недель Вот этого набора из двух Ну и еще там какие-нибудь боди, например, да, парочку На выход куда-то одевать До поликлиники, например, дойти Будет замечательно Мне вполне хватит этого всего Мило И нежненько Ну все, складываю До появления хозяина Этого гардероба Ну что, на этом я прощаюсь с вами Смотрите обязательно следующий выпуск Не пропускайте, он будет тоже безумно интересным Вы ставьте свои лайки, пишите свои комментарии Я всем вам желаю отличного настроения Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok